Во французской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на, эй! Всем привет! В эфире «Наш универ». Я Роман Пастушок. И я, Наталья Савина, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Самый весенний и самый студенческий. Подводим итоги регионального этапа фестиваля. Поговорим о весне. Что о ней говорить? Мы же не Метео ТВ. Нет, мы студенческая информационно-развлекательная программа. Вот именно. Так что давай поговорим о чем-нибудь информационном, развлекательном и, конечно, студенческом, о чем-нибудь нашем. Например, о нашей весне. Да что ты заладила? Что в этой весне особенного? Все просто. Она наша студенческая. В Красноярске завершился региональный этап фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». В этом году он стал юбилейным, 30-м по счету. И вот еще немного статистики. В фестивале приняли участие 23 высших и среднеспециальных учебных заведения. Всего около 900 студентов соревновались в 8 номинациях в течение 10 конкурсных дней. Открывали конкурсные концерты вокалисты. Полина Запольская на сцене чувствует себя как дома. Что неудивительно, пением девушка занимается с 5 лет. И за время своей творческой карьеры неоднократно становилась победителем и лауреатом всероссийских конкурсов. Студенческая весна – это хороший, я считаю, конкурс для молодых вокалистов. И для меня это новый этап, новые приключения, новые знакомства. На самом деле для меня это хорошая возможность, может быть, попасть куда-то дальше, вероятно, на российский уровень. Чувствовать себя на сцене уверенно позволяет не только опыт и мастерство, но и хороший материал, который большинство вокалистов подбирает самостоятельно под собственное мироощущение и настроение. Каждый раз все по-разному. Бывает ты в каком-то новом образе, что-то еще. Для каждого конкурса подготавливаешь свою песню. Соответственно, всегда надо менять свой образ, подходящий к песне. Я, честно говоря, пою абсолютно все. Даже выступаю с кавер-группой в Красноярске. То есть все-все-все абсолютно. От рока до попсы и даже джаз и все-все-все. Каждое выступление готовится, оно новое. То есть новые разводки, новые песни. И каждое выступление, оно не похоже на другого. Но это, мне кажется, большой плюс руководителя, который у нас. Студенты – народ поющий. Будь то медик или военный, петь любят все. И не случайно конкурс вокальных коллективов – один из самых многочисленных на студенческой весне. Это интересно, активность проявлять в любом случае важно. И работа на сцене для нас, как для молодых артистов, тоже важна. Также участие в данном конкурсе и в конкурсах данного уровня – значит для нас посмотреть на то, насколько высок уровень может быть у других участников конкурса. И поэтому мы стремимся, может быть, достичь каких-то послод в этом. Цель – защитить честь вуза. Нам это очень приятно. Очень много конкурентноспособных ребят, с которыми нам интересно вместе петь на сцене. В общем, эти люди наши же и друзья. Можно назвать маленьким праздником, когда творческие люди объединяются, показывают себя. Вот, и, собственно, является... И всем это в адресе. Лезет со своим умом, берут что-то друг от друга. Это все равно большое качество, это практика в любом случае. Победа в региональном этапе фестиваля – это уверенная заявка на участие во Всероссийской студенческой весне. А произвести впечатление на столичных экспертов не так уж и просто. В том году мы поняли одно – на студенческую российскую весну. Там нужны яркие номера, яркие. То есть там нужно удивлять, так как в жюри там был, например, Макс Хадеев. Он сразу сказал, ребята, мне нужны номера яркие, молодежные. Вы приехали не на какую-то старую тусовку, а на молодежную. Конкурсы вокально-инструментальных ансамблей, рок-групп, инструментальной музыки, авторской и бардовской песни – это целый калейдоскоп эмоций, синтез различных музыкальных направлений. Инструментальные исполнители приобщали зрителя к классической музыке, а на концерте барда все перенеслись в атмосферу студенческих поездок и путешествий, наполненных теплом и дружбой. Секреты, я скажу так, что это, наверное, относится больше к педагогам, что не нужно наседать на своего ученика, воспитанника перед самым выходом. Давай, 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 давай. Это только хуже будет. Наоборот, ему надо вселить такую уверенность стопроцентную, чтобы он вышел на сцену, и даже если он где-то что-то забудет, он не спасал и не заволновался, а наоборот выдал на стопроцентно, чтобы никто не понял, что он ошибся. Это, мне кажется, в первую очередь. Конкурс студенческих театров открыл имена новых талантливых чтецов. Алина Огородникова – новичок на студенческой весне. Это одно из ее первых публичных выступлений. Но на конкурсе девушка ни в чем не уступала опытным участникам. У меня это как-то спонтанно, а это казачья песня, у меня была проза вместе с песней фольклорной. Так это как-то спонтанно все родилось. Близка мне казачья тема, поэтому я нашла очень хороший текст Елены Зелинской, он не такой известный. И так близко лег мне этот текст душу, и сразу же музыка, туда пошла эта музыка. Я просто счастлива, что так вот совпало. Название номинации «Оригинальный жанр» говорит само за себя. И участникам было, что показать и чем удивить. Если вспомнить давным-давно, когда я только начинал выступать, да, было сложно. То есть не знаешь, что будет, как повезти, а вдруг что-то не получится, даже тогда что делать. Сейчас в силу возраста и опыта несложно подготовиться. То есть я настроен, как всегда, на победу. Я знаю, что даже если я что-то начну косячить, я смогу выкрутиться. Студия оригинального жанра «Фрия» из года в год не устает удивлять и зрителей, и жюри. Успех ребят – результат упорного труда под руководством опытного наставника. У нас просто обычно мы очень долго трудимся, очень много времени уделяем нашим тренировкам. Но в этот раз так сложились обстоятельства, что у нас было ограниченное время, и мы проводили в универе полные сутки, мы приходили в 10, уходили в 10, там кушали, там репетировали. Поэтому в этот раз у нас экстремальная студ весна пометилась. По сути, студ весна и вырастила. Мы ездили с первого года нашего существования и смотрели, какие бывают команды, что они делают. То есть благодаря этому мы стали, ну как бы мы уже хвастаться, конечно, мы можно в неоднократные чемпионы, благодаря тому, что мы ездим именно на российскую студенцию. Пожалуй, самой зрелищной и массовой, как со стороны участников, так и со стороны зрителей, стала танцевальная номинация. Десятки коллективов и исполнителей, каждый из которых рассказал собственную историю и заставил зрителя сопереживать. В принципе, конечно, получилось все, но мы ждем очень своих тренеров, они, конечно, нам скажут каждому по нюансам, по ошибкам. Но для нас мы выложились практически на 100%, эмоции получили мы колоссальные, кайфанули сами от себя, поэтому я считаю, что это главное, и публика, конечно, нас встретила очень тепло. В основном подготовка идет очень напряженно, с некоторыми нервными срывами, но в целом, я думаю, что мы сделали все, что мы могли, мы очень старались, и, конечно, аплодисменты – это лучшая награда. Мы коллектив «Атмосфера» специально для нашего универа! Многие коллективы были одержимы идеей победить в конкурсе, но для этого нужно было, не жалея сил и времени, буквально дни и ночи работать над собой и своим номером. Только так можно было достигнуть цели. Конкурсный этап проходил очень захватывающе, огромное количество коллективов, высокая конкуренция, очень интересный опыт. Ну, в общем, это все так захватывает, очень не хочется, чтобы это заканчивалось. Еще побольше бы таких конкурсов в Красноярске. Есть у нас такой костяк, который каждый год принимает участие, можно пронаблюдать за их профессиональным ростом. Ну, и есть всегда новички, которые тоже у нас порадовали своими талантами. В этом году у нас 70-летие победы, и это отразилось на творчестве студентов. То есть почти в каждом конкурсе были номера, которые были приурочены к столь знаменательному событию. Примечательно, что среди нынешних руководителей студенческих коллективов есть те, кто не один десяток лет отдал студвесне, проживая ее сначала студентам, а потом и наставникам. Мое первое выступление о студенческой весне – это был далекий 1998 год. Самые теплые воспоминания, хотя, кажется, это уже было очень-очень давно. Но тогда я с Еленой, представляя интересы Красноярского государственного педагогического университета, дуэтом танцевали, вот, и были прекрасные времена, мы даже занимали призовые места. В общем, все очень здорово, воспоминания очень теплые. Я 16 лет назад впервые вышел на сцену в составе ансамбля народного танца и занял свое первое в жизни, первое место. Это было что-то новое, что-то необыкновенное. Я был молод, был открыт для всего, для всей жизни, и вот это было прям самое яркое впечатление. Студенческая весна – это праздник молодости и таланта, творчества и открытий. Ведь когда еще, если не в студенческой, попробовать все новое? Не бояться быть смешным или непохожим на всех. Учиться сдавать экзамены, общаться, познавать окружающий мир, путешествовать и проникаться атмосферой сопричастности к чему-то большему и значимому. Все это и даже больше дает студенческая весна участникам. Поездки крутые, дает тусовку, студенческую, общение, то есть с недавних пор. Раньше как-то коллективы сами по себе ездили, то есть поездка поездкой, и по большей части, максимум, два-три коллектива между собой общаются. А тут вот мы на регионалку съездили, и все коллективы друг с другом, мы там отдыхаем вместе, гуляем вместе, тусуем вместе, ну круто. Просто нереально сумасшедшие впечатления. Каждый год, ну получается, первый год я выступала, я уже как новичок выступала, и для меня это было просто вообще прям вау, голову снесло. А на второй год, вот сейчас, это уже что-то прям как традиционное стало. И опять же, встречаешь уже друзей и ребят с прошлого года, опять же, новые эмоции, опять же, как бы, и опять же, все сносит голову, и опять вау. С каждым годом уровень все время повышается, то есть... Конкуренция растет. Конкуренция растет, да, несомненно. Ну и мы, как бы, сами тоже развиваемся, стараемся показать каждым годом новые постановки, новые какие-то элементы. Сложнее номера сделать, потому что иначе здесь по-другому никак, потому что все коллективы с каждым годом также становятся сильнее. Больше каких-то новых постановок делают, более качественных, и поэтому надо соответствовать. Целый месяц на разных концертных площадках красноярские студенты демонстрировали свое творчество. Каков же итог командной работы? Третье место среди СУЗов у Красноярского педагогического колледжа номер 2. Второе у Красноярского педагогического колледжа номер 1 имени Максима Горького. Первое у Красноярского техникума железнодорожного транспорта. Среди ВУЗов на третьей ступени пьедестала почета расположился Красноярский государственный медицинский университет имени Война Ясенецкого. Ступеньку выше занял Красноярский государственный педагогический университет имени Остафьева. А победу праздновал Сибирский федеральный университет. Поздравляем всех участников, руководителей, экспертов, организаторов, всех тех, кто целый месяц жил и дышал студенческой весной. А дальше идем на восток, куда в этом году переместилась российская студенческая весна. До встречи во Владивостоке! В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Региональный этап студвесны завершен. Творческие баталии наших универов утихли до следующего года. А что делать нам, зрителям? Болеть за наших. Но ведь итоги уже подведены. Региональные, а впереди Россия. Тогда до встречи во Владивостоке. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова